Это надоело настолько, что уже даже не бесит. На этой неделе на заседании Законодательной Думы Томской области предложили создавать трудовые лагеря. А зачем? А потому что, по мнению депутатов Единой России, в стране нашей развелось овер дофига тунеядцев. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Ну, может, кто-то и хочет, но, по мнению некоторых депутатов, только не россияне. Потому как крик души, в среду вырвавшийся из-за рта депутата Сапканюк, буквально удивил, как оказалось, не только присутствующих на заседании. Сегодня в строительной отрасли около 30% незаполненных мест вакансий. Считаю, что у нас в Томской области вообще нет сегодня безработицы. Но люди, о которых, вы говорите, они приходят, им нужна отметка, значит, и они идут к вам в фонд занятости и, безусловно, получают пособие по безработице. Как вы считаете, может быть, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было. Ну, коллеги, ну почему вы смеетесь? Если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков, не хватает. А людей, масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются государственной поддержкой, но они просто, ну, значит, извините, ну, тунеядцы, они, извините, черви на нашем теле. Ну, вот, может, я плохо сказала, извините, но таких людей очень ведь много. И все бы ничего, и, возможно, этот депутат от Единой России в лице Екатерины Сапканюк даже прав. Вот только о какой государственной поддержке она говорит? О той самой, что дают по безработице? Так я вам скажу, что, во-первых, не очень-то много и дают, а во-вторых, не очень-то и долго. В среднем три месяца, в исключительных случаях, при первом обращении в центр занятости полгода. И год для предпенсионеров. А на суммы так и вообще без слез не взглянешь. Первые три месяца платят чуть более 13 тысяч рублей, вторые три месяца чуть более 5. А потом такой дорогой червяк государству становится больше не по карману. И съеждевение его снимают. Вот тогда, по мнению Сапканюк, на помощь и должны прийти трудовые лагеря. Но не те, что, например, выращивают картошку или разводят скот, а желательно те, что заставляют работать в зимних условиях на стройке. А к чему такая жестокость, спросите вы? А я вам отвечу. Да потому что у Сапканюк есть бизнес, специализирующийся на строительстве жилья. И именно там, по ее словам, все время не хватает рабочих рук. Особенно зимой, когда подогревать бетон приходится буквально вручную. Вот тут бы и пригодилось крепостное право. Но, смею разочаровать депутата Сапканюк, его отменили более 160 лет назад. Но за спрос денег-то не берут, хоть и откровенно обсмеивают в ответ. К слову сказать, коллеги возвращения к трудовому принуждению не поддержали. А заместитель губернатора Томской области так и вовсе предложила инициатору идеи работать в рамках правового поля. Чем на корню обрубило возрождение в России узурпаторства. За что, собственно, и спасибо. Но, друзья, лично я вообще не понимаю, почему эти самые депутаты, которые, тире, еще и предприниматели, так стремятся загнать нас в какую-то кабалу. Да я уверена, что если бы владелица карьера управления платила бы достойные зарплаты, обеспечивала работяг хорошими условиями труда и, например, вкусными обедами, то желающие трудиться именно на ее стройках выстраивались бы в очереди. Но пока увешанная золотом и в Apple Watch сидит сама директриса компании. Причем сидит и жалуется на нехватку рабочих рук. Не буду начинать разговор о том, о какой КПД у всех собравшихся на том съезде депутатов, потому как вижу, если существует сопканюк, значит черви на том теле не только мы. А между тем, на этой неделе Минэкономразвития спрогнозировал новые условия жизни россиян к 2027 году. Об этом в четверг сообщили в ведомости. Сценарий, где каждый гражданин получает зарплату в пределах 100 тысяч рублей, был опубликован в плане социально-экономического развития на последующие три года. Согласно ему, Россию может ожидать два пути следования, так называемый базовый и консервативный. В одном из них зарплаты скакнут резко, дерзко и сразу до 100 тысяч, в другом повышение станет планомерным, но тоже достигнет ожидаемой цифры. Правда, вот за счет чего в плане не упоминается. Видимо, кто-то сильно надеется на пословицу обещанного три года ждут, но мало кто знает ее продолжение, а на четвертый забывают. Но просто помним мы, что в 2020 каждый из нас должен был иметь жилье в 100 квадратных метров и зарплаты в 2700 американских долларов. На дворе 2024, а большинство семей из трех человек так и продолжают, в лучшем случае, жить в собственных 19-метровых студиях, в худшем снимать квартиру в старенькой пятиэтажке. Так что, с нас хватит. И кто бы что ни говорил, а мысли критически мы немного научились. Я помню, в 2012, когда доллар был 30, примерная зарплата со всех моих занятостей составляла 1000 долларов. И тогда мне казалось, что мне одной и на себя прекрасно хватает. Но сегодня, с учетом стоимости доллара, инфляции и повышением зарплат, за ту же работу, а их несколько, я получаю около 50, то есть фактически 500 долларов и мне ни на что не хватает. Ну, потому что процентов 20 от зарплаты съедает коммуналка, плюс домашний интернет и связь. Еще 40 съедаю я сама. Около 10 просит моя машина и на оставшиеся 30%, то есть 15 тысяч рублей, я ни в чем и никогда себе не отказываю. Здесь и новая одежда, и косметика, и неожиданно глюкнувший компьютер. И да, и подарок маме, в этом году у нее и юбилей. В общем, живу на широкую ногу, но к чему это я? Да к тому, что все эти обещания в реальном и денежном выражении комфорта почему-то нам не прибавляют. Да, зарплаты немного выросли, но не настолько, насколько продукты, одежда, коммуналка и бытовая техника. Про стоимость квартир я вообще молчу. Поэтому остается одно, либо подождать обещанного три года, либо на четвертый прообещанное просто забыть. Правда, в ту же среду случайно прочла и другую новость, согласно которой МРОД с января следующего года может увеличиться аж сразу до 30 тысяч рублей. 1 мая в праздник, который, кстати, теперь в Петербурге звучит как весна, труд май, ну вы понимаете почему, В Госдуму был внесен законопроект об увеличении МРОД. Инициатором закона невиданной щедрости, как всегда, выступил Ярослав Нилов. В своем телеграм-канале он написал, что россияне умеют работать быстро, результативно и качественно, но финансово это недооценивается. Поэтому 5 миллионов бюджетников продолжают получать крайне низкие зарплаты, едва доходящие до МРОД и не успевающие за реальной жизнью. Ну и вывод тут напрашивается сам собой. Увеличим МРОД, улучшим благосостояние страны. Причем как молодежи, которые, ну например, получают пособие на ребенка, так и пенсионеров, живущих на социальную пенсию. И все бы ничего, но кажется мне, что кроется тут какая-то огромная многоходовочка. Ну, например, может 30-то Госдума и не одобрит, а одобрит, к примеру, 22. Но громко крикнуть, что это начало уже будет можно. И потом под шумок поднять все цены, начиная от продуктов и заканчивая коммуналкой. Кстати, 1 июля одно такое повышение тарифов ЖКХ нас уже реально ожидает. Как утверждают эксперты, индексация достигнет 15%, но в зависимости от региона. В среднем по больнице рост тарифов будет колебаться на уровне 10%. В частности, это коснется Москвы, Питера и их областей. 15 же процентов правительство заложило для жителей Забайкальского края. А вот Хакасии повезет больше всего. Там коммуналка подорожает примерно на 4%. Такая мера, как утверждают в правительстве, вынужденная, но при этом ожидаемая, так как последнее повышение тарифов ЖКХ случалось с нами аж в декабре 2022-го. И с тех пор больше не баловало. Зато, как пишут СМИ, с 1 июля отменится комиссия за оплату услуг ЖКХ. Честно говоря, я даже не знала, что за это берут еще и комиссию. Но, видимо, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Хотя, да, я вообще начала не об этом. Напомню, я рассказывала вам сказки о повышении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Так вот, мое мнение на этот счет, его не будет. Нет, не мнение, конечно, а повышение. Просто все эти разговоры нужны именно сегодня и именно сейчас, потому что грядут перемены в тарифах ЖКХ. Но на выходе индексация тарифов, естественно, произойдет, а индексация МРОД нет. Хотя я уверена, что многие со мной согласятся, мы и так достаточно много платим за услуги, которые оказываются некачественно. Вспомнить хотя бы эту зиму и постоянные прорывы сетей, оставляющие без тепла и горячей воды различные регионы России. А вы никогда не задумывались, почему это происходит? Вот мне кажется, что тут всего два объяснения существующей проблемы. Это либо некомпетентность, либо коррупция. И пример арестованного в моем родном городе замминистра ЖКХ тому прямое подтверждение. Андрея Кислицына подозревают в получении взятки, причем в особо крупном размере. Но детали уголовного дела для СМИ Следственный комитет не раскрывает. На сегодняшний день известно, что вместе с замом министра задержанным оказался и предполагаемый пособник в даче взятки Никий Павел Мякишев. Оба в прошлом выпускники одного учебного заведения. И не ровен час в будущем соседи одной тюрьмы общего режима. Впрочем, в четверг разделить такую участь с Мякишевым Кислицын не захотел. И через своих адвокатов подал жалобу, в которой указал, что не хочет находиться под арестом столь длительное время. Жалобу рассмотрят в течение недели, но, надеюсь, виновные все-таки будут наказаны. Независимый журналист Евгений Анисимов на своем YouTube-канале разоблачает коррупцию в органах власти. И теперь ему мстит герой его сюжетов, который подал иск о клевете. После чего к Евгению нагрянул спецназ полиции для обыска, что немыслимо при такой нетяжкой статье. Благодаря огласке этой ситуации Анисимова не стали закрывать в СИЗО, а назначили запрет определенных действий. И теперь взялись за его оператора Евгения Русских. Его вызвали на допрос в СК, но никто не поясняет ни ему, ни его адвокату, в каком качестве он проходит по делу. Мы следим за ситуацией и ждем, что появится больше информации. Сегодня какие ожидания от допроса? Знаете, я вообще не в курсе даже, потому что ни статуса, ничего, просто вызвали на допрос, но можно ожидать всего что угодно. Я считаю, что это прямое или косвенное давление на СМИ, на журналистов. Адвокаты не в курсе, какой статус и с чем вообще допрос в этот СССР. Вас вызывают на допрос по делу Анисимова? Да, скорее всего, да. По делу Анисимова. По делу, то что его якобы обвиняют в плюните. Вы ожидаете того, что вам, в том числе, сегодня могут предъявить обвинения? Можно ожидать всего что угодно, но, как сказать, готовимся к худшему. Проводя подобного рода расследования, всегда ожидаешь и понимаешь, что это будет кому-то неугодно, потому что большинство дел не любят тишину, и если эта информация была каким-то образом мутая, то кому-то она будет неудобна, так скажем. Да, мне кажется, каждый журналист, который работает в расследованиях, да, в таких, он подразумевает то, что да, могут быть ответки. Потерпевший на ворок утверждает, что публикации были заказными. Это так? Нет, это не заказные материалы. Почему? Потому что вся информация в открытых источниках, и она очень важна для нашего города, вообще для региона, потому что социально важная информация. А журналист, он обязан публиковать это, он обязан, точнее, он не имеет права скрывать эту информацию. В законе о СМИ написано, что журналист не имеет права фальсифицировать и скрывать информацию социального значения, даже если это какие-то должностные лица. Вот, а ворок это должностное лицо, он член палаты, там, в какой-то преследственном комитете. Вот, собственно, вот в этот следственный комитет мы и идем. Вот как-то так, друзья. Ну, а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok